Главные герои картины уже не молодые люди, и жизнь их, может быть, вот эта историческая эпоха, перемен, она их немножечко застала врасплох. Но это может произойти с любым человеком, и в том числе молодым человеком. Жизнь вытесняет на обочину дороги моих героев, и они отчаянно пытаются все-таки жить. Не быть такими понурыми лошадками, зашоренными, когда человек действительно не востребован, когда человек чувствует, что он, собственно, как будто бы уже и не нужен особенно никому. Вот в этот момент у него, собственно, шоры на глазки опускаются, голова, и он уже ничего, голова тоже вниз смотрит, и он уже, кроме, собственно говоря, такого, если так можно сказать, такого травянистого существования, такого подножного корма, он почти не видит. То есть человек закрывается, он уже не может, он уже не готов к новой жизни, к новому этапу в жизни, тем более, когда человек пожилой. И вот как раз герои моего фильма, они вот так отчаянно, да, наивно, может быть, может быть, совсем наивно, потому что они люди немножко другой формации, они люди из другого времени, они люди из другого государства, они обломки империи. Вот так наивно эти седые мальчишки идут к новой жизни, пытаются понять, как им жить в новых условиях. В новых, действительно, в новых таких экономических джунглях, они не знают, как жить в этих условиях. Они действительно были аборигенами своего двора, для них вот эти вот скамеечки, этот старый фонтанчик, этот старый бюст Ленина, который когда-то весь двор устанавливал на свои деньги. Ведь это все действительно было, и эти люди оттуда. И невозможно вот так, как фикус, пересадить из одного горшка в другой, просто вынуть и пересадить. Но жизнь, тем не менее, дает какой-то иногда толчок, какую-то подсказку. Надо быть готовым к этому, надо быть, может быть, чутко прислушиваться, и тогда тебе откроется какой-то ход. Ход к новой жизни, ход к новому пониманию, знанию, как жить по-другому. Я хочу рассказать о Евгении Павловиче Крылатове. Чудная история. Дело в том, что Евгений Павлович Крылатов, так уж получилось исторически, является моим первым, самым любимым композитором. Об этом я даже не догадывался. Поясню почему. Дело в том, что когда я был совсем маленький, и по радиоточке транслировали одну совершенно замечательную, потрясающую мелодию, которая воздействовала на меня магически. Ну, то есть, вот когда я ее слышал, я просто останавливался, и даже если я уже бежал во двор играть в футбол или встречаться с друзьями, я обязательно останавливался, пока я ее вот не прослушаю. Она рождала что-то необыкновенное в моей душе, что-то необыкновенное, что я не мог объяснить. Евгений Павлович Крылатов был моим любимым композитором, когда я еще не предполагал моим детским сознанием, что толком, как бы не осознавал скорее, в моем детском сознании, что композиторы, собственно, существуют. Потому что я как-то не обращал внимания, что есть какие-то композиторы. Но вот почему-то эта мелодия была такой магией. И только спустя многие годы я узнал, что эту музыку написал к одному из запрещенных фильмов в 70-е годы именно Евгений Павлович Крылатов. Это была тема воспоминания, так называемая. А фильм этот был, если я не ошибаюсь, он назывался «О любви». Его снял Богин, кстати, на киностудии Горького. Это именно та самая, можно сказать, такая первая музыка в моей жизни, на которую я, в принципе, обратил внимание, будучи совсем маленьким мальчиком. Так что вот такие неожиданные пересечения исторические. Конечно же, когда у меня была возможность пригласить и работать вместе с Евгением Павловичем на картине, то, конечно, для меня это было вот такая необыкновенная, кроме того, что это была, собственно, работа, это была интереснейшая встреча. Мы разговаривали часто не собственно о музыке, а когда мы говорили вообще о многом, когда Евгений Павлович играл на своем большом красивом рояле, какие-то мелодии, потом мы обсуждали это. Одним словом, это была настоящая работа, это было очень по-настоящему интересно, как рождалась музыка. В стилистике фильма я уже закладывал определенную степень, ну, такого ретро, немножечко вот такого советского кино, потому что эти люди-то в основном оттуда, из этой жизни. Слушай, ты работал 20 минут, я предлагаю тебе вполне приличные деньги. Не хочешь, не надо? Тебе знаешь, сколько государство платит пенсию? Сколько? Два доллара в сутки. А я тебе за 20 минут работать даю целых пять долларов. Понял? А можно я половину получу рублями, а на другую половину что-нибудь съем? Конечно, рублями. Это я просто так, для наглядности, так сказать, в мировом масштабе. Я наглядности, понял? Угу, понял. Что касается, например, Анатолия Васильева. Это большой, сильный мужчина с такими грустными глазами. Вот это сочетание для меня было крайне важным именно для роли бывшего чемпиона, бывшего известного футболиста, когда-то кумира публики. Когда-то его боготворили, ему дарили цветы, и все было прекрасно. А сейчас это забытый человек. Это человек, выброшенный из, на вот этом повороте истории, выброшенный из жизни. Для меня было важно найти вот именно вот эти вот грустные глаза при вот этой силе, при таком большом росте, таком мощном внутри. И у Анатолия Васильева потрясающе, кроме того, что вот какая-то грусть в глазах, вот в этом сильном человеке, но еще есть, мы вот добились, мы добивались этого, мы много репетировали, думали об этом. Вот это мальчишеское что-то в глазах должно быть. Потому что для меня было очень важно, что вот эти немолодые уже люди, они мальчишки, они седые мальчишки. И не зря вот этот мотив почувствовал Евгений Евтушенко, который, посмотрев материал, откликнулся очень и написал специально стихи. А, собственно, Евгений Павлович Кроватов написал музыку и родилась песня. «Наш таксопарк будет действовать совершенно по иному принципу. В нормальном таксопарке клиент ловит машину, правильно, да? А у нас машина будет ловить клиента». Одним словом, вот собрались эти седые мальчишки, и вот началась эта игра. Началось вот это дополнительное время реализации, новой реализации людей, которые уже, ну, может быть, я говорю сейчас о персонажах, конечно, картины, может быть, приостановились, но вдруг сумели найти этот новый ход жизни. Ну, конечно, Раиса Рязанова, ну, совершенно потрясающая актриса с необыкновенным темпераментом, тонкими красками. И вот как раз роль Сони, я по-другому, когда она только вошла, я сразу понял, что, собственно, дальше искать не нужно, потому что вот, собственно, она и вошла в комнату к нам на студии. Я иду с тобой. Имею право знать, куда ночью уходит мой муж. Соня, тебе не надо со мной никуда ходить. Почему? Я твоя жена. Скажи мне, а что делает наш ребенок? А ну-ка, давай его сюда. Димка, это твой дед. А это я. Полюшка, поле. Полюшка, в широком поле. Едут по полю герои. С Олегом Павловичем мы были знакомы еще до того, как я начал снимать эту картину, потому что я снял документальный фильм, который называется «Маршал Лелик Табаков». И мы очень много, долго снимали этот фильм, и мы хорошо познакомились с Олегом Павловичем. И, естественно, когда потом я уже решил снимать этот фильм, то, ну, кандидатура Табакова была для меня совершенно очевидна, потому что мне было интересно вот после документального фильма поработать на игровом проекте с ним. Олег Павлович Табаков – это не просто хороший актер, это некое явление. Все-таки явление как в актерской профессии, так и явление в человеческой жизни, потому что он очень близок народу и очень любим народам. Почему? Потому что вот нутро его совершенно особенное. Оно, наверное, очень близко многим, ну, многим советским людям. Почему? Я думаю, что каждый даст себе ответ сам. Вот я сейчас не стану даже раскрывать это широко, но я думаю, что каждый даст сам. Вот этот хитрый глаз, вот это желание все-таки жить так, как хочется, а не так, как тебя заставляют, как тебя заставляет социум. Вот этот вот немножечко Матроскин внутри. Вот все это и есть в нем. Все это, наверное, близко людям, нашим людям. Прекрати, ты все время отвлекаешь нас. Фитя, короткий анекдот. Прекрати, говорю. Очень короткий анекдот. Чукча прилетает в Африку. Пить чай. Уже прекратили. Переходим к делу. Интересный опыт того, как большой мастер, сыгравший сотни ролей, делает так, как ты видишь, как ты просишь. Это очень важно, потому что иногда актеры гораздо меньшего опыта и гораздо меньшего дарования больше сопротивляются, больше ломаются, потому что не могут сделать так или так, понимаете? А у Олега Павловича диапазон большой. Он может сделать так, так или так. Мы в этом фильме не использовали его, если так можно сказать, наработки в других фильмах и, может быть, такие наиболее популярные наработки в других фильмах. А вот здесь как раз, знаете, когда ты можешь брать очень там большие ноты, очень эффектные ноты, а вот попробовать сыграть на полутонах, вот это, наверное, очень важно. И это себе может позволить, ну, актер большого диапазона. По-настоящему актер, который многое может. Я был сам свидетелем тому, как на кинофестивалях после просмотра нашего фильма «Дополнительное время» к Владимиру Краснову подходили его коллеги, уже более молодые коллеги и более известные, как сейчас говорят, раскрученные, известные для широкой публики. И спрашивали, поздравляли его, говорили, потому что действительно он очень сделал интересно, тонко свою роль. Поздравляли, говорили и спрашивали, а где вы были? А Владимир Александрович Краснов был замечательным актером, такой прима-актером, игравший главные роли в Саратовском театре. А сейчас он актер Московского художественного театра. И тоже играет там много интересных ролей. Но роль в фильме «Дополнительное время» слесаря Сироткина – это его первая главная роль в кино. И вот человек, вступив только в пенсионный возраст, так скажем, сыграл главную роль в кино. А вы, оказывается, знаменитый футболист? Даша Мороз, которая сыграла тоже достаточно такую небольшую, но яркую такую роль. Вот, мне кажется, что она была вполне точно вот в тандеме с актером Васильевым, потому что, знаете, вот когда я искал лицо, очень важно же найти точное лицо должно уже, пока без слов, уже о чем-то говорить. Чуть-чуть несовременное лицо. Вот она, с одной стороны, абсолютно вроде современная, очень такая темпераментная девчонка, и с другой стороны, вот в ней есть действительно такая какая-то родниковая чистота. И, знаете, она могла бы быть девушкой из журналов, я не знаю, там, 60-х годов. Вот в лице, вот эти ямочки, вот в лице уже есть что-то, что могло напомнить герою Васильева его молодость, его окружение вот этих лиц, которые когда-то для него, которые когда-то были вокруг него, когда он был чемпионом, когда его все знали, когда его везде приветствовали, и все хотели видеть. А сейчас это забытый человек. Вот как пробиваются снова ростки жизни вот в этом забытом человеке. Вот об этом тоже наш фильм.